Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, FanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. И если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. До раннего доступа к новому дополнению осталось менее трёх дней. Но несмотря на это, припатчевское событие всё ещё будет работать. Вплоть до полноценного релиза. Можно будет фармить шмоточки, можно будет фармить валюту, маунта и питомцев. А также получать различный трансмог. Именно о трансмоге мы сегодня поговорим. А также небольшим бонусом подскажу небольшой вывод этой валюты в пользу заработка. Что хочу вам подсказать, что хочу вам рассказать. То, что, во-первых, валюта основная. Это остаточные воспоминания. То, что её можно спокойно передавать по отряду. Как угодно абсолютно. И те вещицы, которые мы покупаем, 480 в этом левела, они прекрасно перегоняются в катализатор. Таким образом, мы открываем коллекцию свою, мы смотрим текущий сетик, который мы получаем в тот момент, когда прокручиваем какой-либо эпик в катализаторе. И смотрим то, что, к примеру, поиск рейда. Ну, такой сносный сетик на троечку. А может для кого-то вообще на пятёрочку или на десяточку. И он захочет себе его вылутать в сет. Мы берём, покупаем абсолютно все вещицы, которые нам нужно докрутить 480 в этом левела. Ну, или там чуть-чуть больше, допустим, если откуда-то добыли, то тоже пойдёт. Плечи у меня уже имеются, ноги имеются, нагрудник имеется. Получается, мне нужно докупить всего лишь чуть-чуть предметов. А именно, перчатки и плащик. Окей, хорошо, покупаем. Также прикуплю колечко, потому что колечко какое-то вообще лоу-гирное на охотнике 402-го итем-левела. Не знаю, там, сколько это тыквовина самого изначального, скорее всего. После этого мы тэпаемся в Бальдракен со всеми набранными вещицами и идём их крутить. Мы можем нажимать как плюсик для того, чтобы раскручивать все эти вещицы. Ждём 5 секунд, жмём кнопку ОК. Также вместо нажатия плюсика можно брать и перетаскивать эту вещицу из сумки. Наводимся на предмет, который вылутываем. Смотрим то, что у вас ещё нет в этой модели. После этого только крутим. Так сказать, проверяем на два раза это всё абсолютно. Ножки. А, это плечи. Такие иконки золотые, они просто смешиваются друг с другом. Сложно это всё увидеть. После того, как мы собрали абсолютно весь сайт, будет в чатике сообщение, то, что вы собрали полностью комплект. Если у вас не было ачива, например, за собранный сет, вы её даже получите, что довольно-таки приятно. И, само собой, вот он полностью собранный сетик. 9 из 9. Я на многих персонажах уже собрал себе, а вот Охотник остался последним. И далее, после того, как 480-е шмотки были прокручены в катализаторе, мы вернёмся в город и будем эти вещицы просто-напросто улучшать. В тот момент, когда вы крутите вещицу до 493-го этом левела, улучшаете её, то получается облик обычного рейда. Он уже, конечно, поинтереснее. И, то есть, если у нас имеются гребни, мы можем спокойно это реализовать. Для того, чтобы апнуть вещицу, нам потребуется куча драконьих камней, нам потребуется гребни дракончика, а также гребни дракона. Чтобы их нормально вылудить, мы должны либо посещать дефные ивенты, либо выполнять виклик, который последнее усилие даёт нам моб рядом с фонтаном, либо участвовать в ивенте при патче, а моб, который улучшает, находится тут, рядом с аукционом. Всё рядом находится, и всё удобно. Если абсолютно у всех наших вещей имеется 489-ый этом левел, то соседний моб, который находится рядом с улучшателем, он будет предлагать нам гребни побольше. То есть, мы гребни дракончика можем выменять на гребни дракона. Таким образом, мы уже можем вещицу спокойно улучшать до 493-го, если нам, например, лень посещать какие-то ивенты, которые находятся там в драгонфлайте. Прожимаем спокойно контейнер, получаем эти гребни дракона, и можем дальше улучшать свои вещицы. До 493-го с целью получения нормы лоблика, и выше по этом левелу, просто чтобы усилиться, вплоть до 502-го. А если вся эта тема с трансмогами вам вообще неинтересна, то можно взять, перекинуть абсолютно всю валюту на одного персонажа, и после этого реализовать её в золото. Не опять, а снова. Мы будем использовать всеми знакомый макрос, а именно ран-бай мерчант итем. В данном случае мы будем покупать третий предмет, а именно сумку для реагентов новобранца. Стоимость у неё 2000 воспоминаний, цена продажи 92 золотые монетки. По-моему, это самый выгодный итем. Дороже тут ничего нет в плане голды, но есть дороже в плане траты воспоминаний. Не выгодно покупать дворучки, выгоднее, конечно, покупать эту сумочку. Покупаем, сливаем абсолютно всю валюту, ждём 2 часа, и после этого продаём эту сумку вендору. На этом всё. Выбор за вами. Либо накупить себе кучу трансмога, прокрутить его в сетике, LFR, Normal, либо просто-напросто взять и реализовать абсолютно всё в сумке. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!